18+, популярность сериала Netflix «Игра в кальмара» среди детей вызывает обеспокоенность родителей. Вице-министр образования и науки Республики Шулпан Каринова ответила на вопрос о влиянии южнокорейского сериала на казахстанских школьников. Ирина Вабичевич продолжит тему. «Игра в кальмара» – южнокорейский веб-сериал в жанре выживания приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хёк. Основой сюжета сериала стали корейские детские игры, а на кону стоят деньги и жизни людей. После премьеры фильм возглавил список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира. Такая популярность сериала, пронизанного сценами насилия жестокости, в том числе среди детей и подростков, вызвала обеспокоенность родителей. Уже на правительственном уровне выражают озабоченность его влиянием на умы и фантазии подрастающего поколения. «Фильм имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослых старше 18 лет. Поэтому в первую очередь родители должны обращать внимание именно на этот факт». Детская психика – формирующаяся. Поэтому любая информация должна как в школе педагогами контролироваться, так и в домашних условиях родителями. Также вице-министр напомнила, что с этого года в школах вводят курсы по выбору глобальной компетенции. «Этот курс будет предназначен для того, чтобы развивать у детей критическое мышление, эмоциональный интеллект, различать информацию, выбирать информацию правильно, подходить к выбору информации. Поэтому этот курс начинает внедряться с этого учебного года. Но при этом в рамках воспитательных функций школы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание именно на ограничения, которые имеет данный фильм». Если во взрослом возрасте человек способен поставить психоэмоциональный барьер, то в детском и подростковом, по словам специалистов, не сформированы те структуры мозга, которые отвечают за самоконтроль, произвольное поведение и за то, чтобы уметь различать, что такое хорошо, а что такое плохо. «Более младшие дети, конечно, более восприимчивы, потому что их психика менее устойчива. Но в то же время запретить смотреть фильм сейчас, особенно подросткам с доступностью контента, это в принципе нереально. Но здесь родителям нужно быть внимательным и не запрещать, потому что это повысит еще интерес к этому фильму. Но как вариант можно посмотреть вместе с ними, обсудить, выяснить, почему ребенку понравился или не понравился, кто из героев понравился, чем привлек этот фильм. И тогда уже понять, стоит ли чего-то опасаться. И случаи, которые мы видим в последнее время в России, происходят жестокие убийства именно подростками. Это та ситуация, которая не может не волновать». Бесконтрольное потребление детьми контента, имеющего возрастные ограничения – одна из причин агрессии в отношении детей к друг другу и окружающим. Отсутствие у них эмпатии. Кинематограф – это не просто развлечение, но и рычаг влияния, инструмент формирования идеологии. «Это в одном моменте, короче, в ТикТоке взорвали, короче, в тренд сразу. И там, мне, короче, самое главное, мне понравилось». «Сколько фильмов я смотрел, ни разу на что не влияло. Все так же. Сколько игр играл, чем бы не занимался. Это от самого человека мне зависит. Все». «Игра в кальмара», да, да, вот, не знаю, не смотрела его. Одно время было, конечно, уже подростки, индийские фильмы мы смотрели. Нам очень нравилось, мы ходили на все премьеры. Ну, как-то, как таковое играли. Ну, в казаки-разбойники играли, во что там, в прятки, в классики. «В детстве у вас был какой-то вот фильм, который вам запомнился, и вы на героя хотели быть?» «Индийские фильмы, индийские фильмы. Индийские фильмы хорошие, нравятся. Казахские фильмы, Транссибирский экспресс был раньше. «Асанал Ашим» играл, хороший фильм. Главный роль «Асанал Ашим». Хотел я «Асанал Ашим». Про супергерои в основном были фильмы во дворе. Друг другом там играли. «Ты там, Человек-паук», «Ты железный человек». Вот так. Но особо такого не было, чтобы прям подражали жестоким фильмам и дрались. «Да, да, было. Ну, это «Железный человек», например, да, такой. Или «Человек-паук». У нас в наше время, когда индийские фильмы смотрели на актеров, да, подражали тоже. Фильмы мы смотрели в гостях у сказки, помните? Каждое воскресенье ждали. Мы их смотрели. А потом смотрели, что у нас было еще? Патриотические фильмы. «Сердце», «Баневура», «Молодая гвардия». Мы же смотрели эти фильмы. Много всяких фильмов, сейчас даже не могу вспомнить. Но мы же жили, когда в советское время, Зоя Космидевьянская, нас же так в школе учили. В таком мы же стремились. «Молодая гвардия», нам же это вливали в угол. Поэтому, наверное... Мы равнялись в то время на таких великих людей, как Жуков, как Зоя Космидевьянская. Это же было замечательно для молодежи. Это прекрасно. Павка Корчагин. Он боролся за что? Он лег в Косми. Я думаю, что наша молодежь тоже сейчас не отстает. Ирина Вобещевич, Шалкар Алтенбеков, Наталья Заяц, Пятый канал.